Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 7 сентября. Преподобный Серапион Псковский Родился в Юрьеве, ныне Тарту, который тогда находился под властью немцев, старавшихся искоренить православие. Его родители были прихожанами русской церкви во имя святителя Николая. Преподобный Серапион был сведущ в священном писании и не раз выступал в защиту православия. Когда его хотели обратить чужую веру насильно, он ушел в Толстскую пустынь, недалеко от Пскова, где начинал свои молительные труды псковский подвижник преподобный Ефросин. Под его окормлением преподобный Серапион стал постигать мудрость пустынного жития. Но вскоре ему пришлось пережить искушение. Положившись на собственные силы, он хотел без благословения покинуть своего наставника и в полном уединении начать самостоятельную подвижничество и жизнь. Однако Господь вразумил неопытного послушника. Сильно поранив ногу преподобный Серапион раскаялся в своей воле и непослушании и вернулся к старцу. Приняв великую схему, он 55 лет неотлучно пребывал с преподобным Ефросином, строго соблюдая обет безмолвия. Постепенно вокруг преподобного Ефросина стало собираться братья, для которой старец построил храм во имя трех святителей и дал скидский устав. Преподобный Серапион ревностно исполнял все его заповеди и был образцом для иноков. Преподобный так строго исполнял монашеский обет мстежания, что списатель жития называет его мертвецом непогребенным. Ко всякой обиде он относился с исключительным смирением, всегда обвиняя лишь в себя самого, и сам просил прощения у своего обидчика. Преподобный глубоко чувствовал силу общей церковной молитвы и говорил, что чин двенадцати псалмов, пропетый наедине в теле, не может равняться одному, Господи помилуй, пропетому в храме. Преподобный Серапион скончался 8 сентября 1480 года в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Так как день представления преподобного Серапиона совпадает с двенадесятым праздником, память его творится 7 сентября. Преподобному составлены тропа рекондак. Преподобный Ефросин сам предал земле тело своего ученика, которая от усердных подвигов превратилась в кости, обтянутые кожей. Со своим духовным отцом преподобный Серапион и не разлучался после смерти. Преподобным Ефросину и Серапиону, святые мощи которых были положены рядом, составлена общая служба на 15 мая, где преподобный Серапион прославляется как первый сподвижник, спостник и друг преподобного Ефросина. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.